Всем доброе утро! Мы пришли в Сухомаркет. Ну вообще мы не туда шли, но зайдем тоже. Мы в Каскад-М хотим пойти, там трапы посмотреть. И заодно в Сухомаркет зайдем. Каскад-М закрыт. Что делать? Тогда пойдем сейчас в Сухомаркет, купим что-нибудь, да? Пойдем, Арик. Не судьба сегодня нам купить трап. Порошок 95 рублей. Самый дешевый вообще, где только может быть. Так, что дальше? Сосиски? Нет, я список забыла. Дома писала, писала и забыла список. Что хочу? Что? Я такими делами не занимаюсь. Ушными. Так, все, здесь нам ничего не нужно. Пошли дальше. Куруза консервирована еще. А то Максим любит. Так, сметану я еще взяла. Здесь нету. Вот, кормилицу и возьмем последнюю. Да? Кукурузу! Счастлив? Вот любитель кукурузы. Мы уже скупились и сейчас хотим еще раз посмотреть. Может быть, они открылись? Нет, Сережа, не судьба нам сегодня. Тогда ты езжай на рынок, а я с детьми домой. Да, пошла. Пойду. Да, а что делать? Я хочу. Нет, не хочу. Все, что там тебе попалось? Покажи свои зомби. Ой, деньги все. Помоги, папа. Давай я открою. А вот. Опа. Скелет. Скелет зомби, да? Да. Максим! Максим пошел гулять. Максим, сад. Давай. Машина. Машина. Зачем ты оторвал? Сереж, возьми его. В сухомаркете ничего не снимала нормально, чтобы не нарушать авторские права, потому что там постоянно играет музыка. И только вот в промежутках, когда ее выключали, у меня получалось там кусочками совсем снять. Мы вот уже дома. Сейчас я покажу, что купили мы, потому что давно уже не показывала покупки. Взяли мы головы куриные по 53 рубля. Вот две упаковки больше не было. Это я варю Маркусу. Он теперь у меня кушает головы. Мясное сорти для животных 80 рублей килограмм. Здесь как раз получилось почти килограмм. Это когда они перемалывают мясо, там у них кусочки остаются, и они вот так продают. Там говядина. Маркусу один раз варила, ему понравилось, кушает хорошо. Что, Максим, ты тут? Киндер хочешь? Ну на, возьми. Вот, киндер еще взяли, 50 рублей. Ребенок уже все хотел киндер. Господи, какая радость, а, из-за киндера. 30 рублей лимонад стоит. Сосиски торы сделала в 347 рублей. Сахар 49 рублей. Армянский лаваш за 45 рублей. Молоко обычное, 59 рублей. Хлопья любятого. Ой, шарики любятого сметана, 36, кажется, рублей. Кукуруза кормилица, 44. Яйца 65. Хлеб 24. Масло. Кстати, масло очень хорошее. Кубань, матушка. Вообще, эта фирма очень хорошая. 80 рублей. Вот оно стоило. И порошок ушастый нянь, 95 рублей. Вот я говорю, он самый дешевый в сухомаркете сейчас. У нас дешевле нигде точно нет. Сейчас я это все буду убирать по местам. И надо мне еще сварить Маркусу головы. У нас с этим ремонтом какой-то заколдованный круг. Ничего у нас не продается. Сначала же вот мы сетку хотели купить, чтобы под теплый пол, под трубы. Ее нигде сейчас нет. Не продается. Всю сетку выкупили, наверное, потратили на эти дороги. Мы посмотрим. Сетка это не так важно. Самое главное, что Сережа нигде не может трап найти. Он объездил сейчас все магазины. Вот звонил мне недавно. Короче, нам нужны трапы, которые регулируются по высоте. Потому что он точно не знает, какой там плитка сколько займет, какой слой там будет, как что. Вот он хочет купить такие трапы. Нашел только в одном месте. Но там был он один. А один он не стал покупать. Надо два нам, чтобы одинаковые были. Ой, не знаю. Сейчас вот Витя его везет на Маджарку. Посмотрим, может быть, там что-нибудь будет. Хотя сегодня вот же выходной день. Не знаю я. Может быть, и работать в магазинах не будут. Вечно нам не везет. Что-то хотим купить, и то не можем. Ничего не продается нормально вообще. Максим тоже что-то сегодня капризный. У него температура не сбивается. Вот сейчас опять поднялась. Тоже подхватил этот стоматит. Капризный. Я, наверное, уже сегодня даже ничего записывать больше не буду, потому что он постоянно хочет, чтобы я его носила на руках или спать укладывала. Ай, посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что это ненадолго. У Марика не было стоматита. Вот у Алексея и Владика был. И видно, вот в последний день он подхватил от них тоже, когда мы уезжали оттуда. Не знаю я, что делать. Если Сережа сегодня трап не найдет, то уже обратно вернется, потому что уже вон почти 4 часа вообще. Так и ничего, и не ремонт не сделали, и ничего. Как-то день прошел вообще непонятно. Вот просто. Не знаю я. Что, Максим? У нас уже следующий день. Сегодня четверг, 29 августа. И я опять сижу дома. Сейчас расскажу, почему. Сережа с утра должен был... А, ну вчера вот Витя его повез, когда на манчарку. Там один магазин только работал, но там этих трапов не было. И два магазина очень больших были закрыты. Вчера же вот праздник был в Абхазии, день поминания усопших. И магазины нормально не работали. Сегодня Сережа проснулся утром, все, собрался. Где-то в 11 часов у нас едет автобус прямо в Агудзеру. И он думал, поедет на нем как раз, выйдет там на манчарки и, может быть, купит эти трапы. Но он вот только собрался, все, ему позвонили с работы, что нужно кидать кабель. И он ушел. Я осталась дома, сижу, ничем не занимаюсь. Максиму, слава богу, легче уже. Уже ни температуры, ничего не было. Хоть сегодня мы нормально ночью спали. Но чуть-чуть капризничал, но все равно уже намного лучше. И вот уже 3 часа. Сейчас скоро приедут Витя с Дианой. Я там Витя должна джинсы укоротить, подшить. И потом мы идем на собрание. Мы Марика и Алексея отправляем в нулевой класс. И вот сегодня у нас будет собрание, скажет, что нужно нам покупать, что вообще, как это все будет происходить. Единственное, что вот, конечно, я не знаю, мне как-то с одной стороны и жалко детей, что они так рано начинают учиться. Но с другой стороны тоже вот так дома постоянно сидеть это невозможно. Вот что мне жалко, что я говорила. Что будут ходить они каждый день. С понедельника по пятницу. Вот это вот мне, я не знаю, никак я не могу с этим смириться. Я как-то думала, что может быть там в субботу-воскресенье или, допустим, 2-3 раза в неделю в какие-то дни, но не каждый день. Каждый день это тяжело. Особенно, как я буду забирать его после занятий. Потому что отвезти-то еще Сережа сможет, а забрать придется мне, потому что Сережа каждый день куда-то уезжает, вообще непонятно. Ну, хотя, если Витя, может быть, будет, посмотрим. Это все мы еще решим, пока ничего не знаю. Из-за этого у меня есть такие сомнения какие-то. Посмотрим. Я надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас уже надо позвонить Диане. У нас Света сегодня не было, часа 2, наверное. Я сидела уже, просто не знала, что делать. Хотела тут видео тоже с готовкой записать, но без Света ничего особо не сделаешь. Вот далее сейчас. Посмотрим. Я Сережу просила, хоть чтобы он вернулся до 5 часов, чтобы я пошла нормально на собрание, но у него не получается. Они еще там, в Кудауте работают. И мало того, он мне сказал, что они еще и завтра будут работать. Супер отпуск у Сережи. Что делать, ладно. Просто получается, что завтра я опять буду сидеть дома. Я так думала, сейчас соберусь и останусь там уже у Дианы. Но если он завтра будет работать, что я там целый день буду сидеть? Посмотрю. Не знаю даже. Я на море хочу. Но сейчас пока Максим болеет. Не знаю даже. Как попасть туда? Уже лето заканчивается. Я как вспомню, что это последняя неделя лета, так мне плохо становится. Я все равно надеюсь, что сентябрь и октябрь мы будем ходить на море. Посмотрим, видно будет, как погода. Потому что в прошлом году я последний раз купалась 22 октября. Или 20. Нет, 22, кажется. Но уже было тогда чуть прохладненько, но нормально все равно. Сейчас такие погоды непонятные. У нас то дождь, то солнце, то дождь, то солнце. Вообще не знаю. Я уже штаны. Ты такими ножницами слушаешь, чищаешь ужас. Сейчас уже будем собираться и все. Идти на собрание. Уже 15 минут пятого, Диана. Надо быстрее. Да, все, мы сейчас уходим уже. Поехали в город делать ксерокс. Нам сказали отксерить свидетельство о рождении. Были мы на собрании с Дианой, все узнали. Потом приду домой, все расскажу. Зашли вот в сухую... ой, как его, в магнит. Купили там чуть-чуть продуктов. Сейчас еще пройдемся. Хотя уже поздно, уже 6 часов, ничего не работает на рынке. Все равно посмотрим хоть что-нибудь. Магазин кормилица, но мы проходим мимо. Пойдем сюда, Диан. Да. Нам, в принципе, ничего и не нужно. Мне только хлеб купить там возле дома в магазине и все. Нам сказали купить там букварь. Потом прописи. Да, сейчас мы вот еще хотим пойти здесь. Где-то магазин есть. Не знаем, правда, где. Да, рыбка-тренажер для ручки. Надо купить. Видишь, та девушка сказала, что нигде нет. Они уже давно ходят, не могут найти. Сейчас вот мы пойдем в магазин. Посмотрим приблизительно, какие цены на это все. Там еще пластилин нам нужно купить. Картон, цветную бумагу. Карандаши цветные. А ты знаешь, что, Дианочка, я 6-го еду в Сочи с Машей. Да, я поеду. А вот 6-го ты едешь. Да, ну это я потом все расскажу, как мы будем ходить. Посмотрим, короче. Да, там можно купить все. Что это? Тухляк какой-то валяется. Мы едем домой. Я уже дома. Сережа вот тоже приехал с работы. Забрал детей. И приехал с ними домой. Давай сейчас разберем пакеты. Взяла макароны по 20 рублей. Яйца 60, не помню, 68, кажется. Что такое кетчуп? Кетчуп, да. 26, кажется, что такое. Кефир. Я чек не взяла, отсюда не помню. Марик, тише. Максим спит. Что случилось? Кефир я все пытаюсь кефиром питаться, но никак не получается. Молоко вот детям. Марик, мы тебя записали, ты знаешь, ты будешь учиться теперь. Да? Но тебе повезло, Марик. Ты будешь учиться не каждый день, а два раза в неделю только. Здесь вот суповой набор еще. Вкусняшки есть. Вкусняшки у тебя вон там, у тебя их миллион. И еще вот помидоры по 50 рублей купила. Все, сейчас будем разбирать. Вкусняшки у тебя вон там. Что? А в чем ты? Что ты такой грязный? Я хочу. Что ты шарики кушал? Да. Шоколадные, да? Да. Да, 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 да. Теперь Марик у нас будет ученым, да? Нет. Что ты, как работа? Ой, нормально. Зажарились. Завтра тоже, да, едешь? Не знаю. Максим только проснулся и что? Капризный, да, Максим? Да. Мой мальчик сладкий. Настроения нету, да? Такой деловой, да, говорит. Насчет Марика занятий. Мы же записали их с Алексеем в нулевой класс. Но когда пришли сегодня на собрание, поговорили, там родители еще были. В итоге мы решили их перезаписать на занятия, которые будут проходить два раза в неделю. Сама учительница сказала, что этого будет достаточно для первого класса, да? Для подготовки. Да. Максим, ну ты вообще такой сегодня. Температуры нету вообще ничего, везде не было, но все равно пока не такой. Сама учительница. Да, да болел ребенок. Сама учительница. Ничего, несколько дней и все будет нормально, да? Да. Да. Ой, а такое лицо сейчас заплачет как будто бы. В итоге мы их записали туда, будут они ходить два раза в неделю. Я довольная, потому что мне казалось все равно, Сереж, вот пять дней в неделю для такого ребенка, я тоже так думаю, что лучше в первый класс, чем год вот так ходить. Короче, все сложилось как можно лучше. Вот честно, я очень довольна, я такая радостна, что все так получилось. Вообще, посмотрим, как, конечно, дальше будет. И учительница мне очень понравилась. Да, ну что, в школу не разобрали. Не разоберут, я думаю, что такое? Ну все, началось опять. Ну все, сейчас. Сейчас мы пойдем с тобой отдохнем, да? Да ты только спал, куда отдыхать еще? Максим, там нам надо много чего купить еще. Наверное, выходные пойду или как? Ну, может быть, в понедельник, не знаю, когда пойдем. У нас первые занятия вот на следующей неделе уже будут. Что? Что, телефон хочешь? К папе? Ну иди к папе. Иди к папе. И вот так целыми днями. И знает, что хочет, да? Ты куда? Посмотри. Ползи! Ой, ладно, я на этом, наверное, это видео уже закончу. Максюточка, ну возьми его, Сереж, пожалуйста. Ну куда через стол? Ну ничего страшного. Давай залазь быстрее, давай, давай. Сережа! Через стол ребенка. Я довольна всем, довольна учительницей, довольна, что мы будем ходить только два раза в неделю. Не хотелось мне заранее лишать ребенка детства. Вот просто, вот честно. Не хотелось. Я вот до последнего прям думала, что нет, неужели мы будем ходить пять раз в неделю. И тем более мне еще тяжелее, что с Максимом, Сереж. Да. Максима же в сад мы не отдали в этом году. Посмотрим, может быть, еще получится когда-нибудь его запихнуть. Максюточка. А, что? А, настроение уже поднялось, да? Ай, ладно. Буду заниматься детьми. Сейчас еще Марику буду рассказывать, что он будет ходить на занятия. Все, я ему уже говорила, но он еще как-то пока это не очень. И надо мне еще посмотреть, Сереж, какие там карандаши, что вообще у нас приличное есть, чтобы туда из того списка, что нам надо купить. Да, простые есть. Ну, простые есть, да. Там надо еще цветные, потом цветную бумагу, ножницы. Там много чего еще. Да, пластилин тоже нужен. Они уже все, наш пластилин уже. Они за один день вот коробку пластилина просто уничтожают, да? А, они шарики. Шарики? А, краски? Нет, краски. Краски я тоже ваши убрала. Ладно, давайте скажем всем спокойной ночи, всем пока. Скажи пока всем. Нет, у него не то настроение. Он обиделся. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok